Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» объединил приверженцев ЗОЖ. Региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовал в субъектах области – Ульяновске, Димитровграде, а также в Николаевском и Меликесском районах. Данный фестиваль включен в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. И сегодня мы как раз фестиваль посвящаем году корпоративному спорту, который объявлен на 2023 году. Региональный этап включил в себя пять испытаний. Забег на короткие и длинные дистанции, отжимания, подтягивания, наклоны вперед на прямых ногах и скручивания. По его итогам сформируется команда участников, которая представит Ульяновскую область на Всероссийском этапе фестиваля в Ижевске. Наш регион ежегодно принимает в нем участие. Там мы сейчас вступаем довольно-таки успешно. По некоторым дисциплинам мы занимаем призовые места. То есть такого не было порядка пяти лет. Сейчас мы набираем обороты, потому что мы понимаем, потому что мы открываем площадки, большие площадки и комплексы ГТО там, где оно развивается. И именно в тех муниципалитетах, где люди, где главы сами пропагандируют за образ жизни и само движение ГТО. В фестивале приняли участие 250 человек из 15 муниципальных образований области. Капитан команды второй индийской школы Михаил Симонов привез коллег за новыми победами. За всегда-то Игорь и бессменный участник Ульяновской сборной в этом году хочет побить свой же рекорд, который установил в прошлом году, подняв гирю в 16 килограмм 147 раз. Сегодня Михаил намерен пополнить свою коллекцию очередной пятиконечной звездой высшей пробы. Золото. Ничего меньше золота. С девизом «Ничего меньше золота» пришли будущие победители фестиваля команда РЖД. Коллектив не сбавляет обороты и второй год подряд становится триумфатором. Серебро взяла команда из Майны, ну а бронза досталась Николаевскому району. Однако проигравших здесь нет. Каждый участник служит личным примером для окружающих, показывая, что спорт – норма жизни. И он объединяет.